Максим Саватеев же много верного и адекватного говорит, а Катюще, кто только в плохом свете отражает, не старается совсем отменить позитивную суть идеи какой-нибудь, а только наоборот говорит, какой плохой Алексей. Это явно не объективная оценка, скорее задача просто унизить человека. Вот вообще кого-то унизить я до этого уровня не конкурирую, задачи нет. Ну вот как Саватеев много верного и адекватного говорит, а Катюще все в плохом свете отражает. Вот не важно сколько много, вот он может очень много верного и адекватного говорить. Представьте, повар на кухне положил очень много хороших продуктов в кастрюлю, вот очень-очень, а потом добавил всего одну чайную ложку дерьма и одну столовую. И что? И сварил это все. Саватеев много верного и адекватного говорит. Не важно сколько он верного и адекватного говорит, важно сколько он неадекватного говорит. Педагог не имеет права говорить неадекватные вещи. Вот как только бред начинается вливаться в голову, как этот обман начинается, сразу их надо выгонять. Это же что происходит? Вот вы беззащитных людей бросаете на контакт вот с этими монстрами. Вот вы отдали ребенка в школу, да, и вот он один находится беззащитный, сидит и потребляет вот это дерьмо, где ему говорят, что точка неопределяемое понятие, линия неопределяемое понятие, плоскость неопределяемое понятие, пространство искривляется, черные дыры, кротовые норы, это в учебниках уже. Темная материя. Это вот вашему ребенку в голову вливают дерьмо, вот это вот вообще ужас. Это как он, вместо того чтобы прийти в школу, он попал в секту извращенцев, которые врут ему, вот просто бред несут. И получают за это деньги какие-то, они паразитируют на государстве. И все в расслабоне, все находятся в расслабоне, ничего против этого не делают. Депутаты против этого не делают, журналисты против этого ничего не делают. Кто против этого что-то делает? Госдума кто-то ничего не делает. Академия наук ничего, они Саватеев, член корреспондента Академии наук. Это вот жулик, член-корреспондент Академии наук, это 21 век сегодня мошенник, является членом корреспондента. И там их полно, вот этих мошенников полно. Они регламентировали до недавнего времени действия нашего правительства. Их приглашали как экспертов, а они там вот эту чушь несли и заворачивали все проекты, кроме теории относительности от развития. Все развитие они пускали только на интегрированные с британцами псевдопроекты, псевдонаучные проекты и на развитие теории относительности. А любую практику они обрезали. Это реальность, это кровопийцы, которые уничтожают нашу родину, нашу, нашу родину, нашу цивилизацию, они уничтожают. Это сволочь. Соботеев же много верного, адекватного говорил. Жаре Салферов много верного, адекватного говорил. А это грантаед, мошенник. Это человек, который популяризировал неадекватную лженауку. Человек, который по нашей, по всей родине вот этот релятивизм таскал, детей специально релятивизм обучал. Это Жаре Салферов. Дальше. Сколько публиковали этих материалов по деятельности Жаре Салферов, это аналог. Ну, даже уже повторяться неохота. Сейчас это делают вот эти Соботеев много верного, адекватного говорит. Тут не задача унизить какого-то человека. Задача спасти наших детей от этих маньяков. Андрей Г. Как можно проводить операции с бесконечностью, если она не закончилась? Или бесконечность напоминает цифру? Ну, ребята, вы живете как бы в двух представлениях. Одно математическое представление о бесконечности, а другое физическое. Вот у вас два этих представления. Математическое представление, оно у вас связано с цифрами, которые там дых-дых-дых-дых, меняются-меняются быстро в сторону бесконечности, уходят куда-то, куда-куда вы не понимаете. И это движение никогда не остановится, цифры будут нарастать до бесконечности, цифры будут становиться больше, 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 больше. Я это никогда не пойму, она никогда не закончилась. Да, ну, пришли своим мозгом к такому выводу. И дальше второе. Ваше понятие о физической бесконечности. Это уходящий вдаль луч, нескончаемое пространство. Вот туда можно двигаться вечно, вечно я до края никогда не дойду. И что? Вот от этого всего можно робеть, не робеть. Можно как бы это описать, понять, к чему это сводится, как с этим оперировать. Мы сделали очень хороший материал. Материал сравнения бесконечно больших и бесконечно малых величин. За 20 минут любой человек сможет это прочитать, понять. Там все просто, вот очень просто. Там домохозяйка все поймет. И дальше этот человек будет успешно сопоставлять бесконечно большие и бесконечно малые величины. Вот это на нашей планете сделано первый раз. Это сделано уже вот в нашей современности. Раньше не было такой возможности, как корректно обращаться с бесконечностями. Не было это сделано по причине системных ошибок. Потому что теория множеств безграмотная была внесена в систему образования и она не давала работать возможности. Вот нелогичные ребята накорябывали теорию множеств. Ее какие-то дуры принесли в наше учебное пространство и оболванили вот этой безграмотной теории все население. Хотя были точные ответы. Их можно было посидеть вот так же 20 минут на листочки написать, да, и принести правильную версию. Этим никто не занялся. Мы это сделали впервые в мире. Вот это сделали не в Канаде, там, не в Австралии, не в Индии. Это у нас сделали, да, мы принесли это в информационное поле. Сейчас с бесконечностями вообще никаких вопросов нет. Открывайте монографию, она есть под каждым фильмом. И там это все описано. Пользуйтесь. Нет проблем с бесконечностями. Закончилось, она не закончилась. Я так понимаю, что гравитационным полем обладают объекты из вещества, частицы. Так можно ли сказать, что они излучают это поле? Если единица излучения гравитационным полем, к примеру, атома водорода или количество этих единиц возможно измерить. Так, ну тут слово излучение, оно не совсем корректно. Оно как для образного сравнения подошло бы излучение поля. Корректнее будет термин обладание полем. Вот гравитационное поле, оно не излучается в данный момент, не достигая там через какое-то расстояние, какой-то точки. Оно уже есть. Вот любые две частицы, они уже связаны гравитационным полем. И нет вот этой вот схемы, когда там пошло, излучение дошло, добралось. Это обладание полем больше бы подошло. Или количество этих единиц возможно измерить. Об этом обозначение и величине легко условиться. Договориться. Ну это продолжение этого вопроса. Договориться. Предлагаю один кат, Катюшик. Если только Виктор сам не уступит Ломоносову. Чего бы нам всем при этом уважении и последним у них не очень бы хотелось. Так что там с величиной. Так, да получается, что я так понимаю, гравитационным полем обладают объекты, вещества, частицы. И предлагается их обозначить или один кат от слова Катюшик или один лом от слова Ломоносов. Один лом или один кат. Размерность первичного гравитационного взаимодействия. Зачитано. Про теплое и мягкое спорят. Один не сможет объяснить другому про абстрактные понятия и условности. А второй никогда не решит уравнение, где нужна отрицательная площадь. Ну, интересный взгляд. Это вот путаница как раз и происходит после получения отрицательных чисел. Отрицательные числа, они обязаны нам давать отрицательное количество, которого в природе нет. То есть это некорректное пользование операцией. Объединением операций числа. Ну, такие вот потом головные создает несмышленности. Владимир Полтавец. Все больше убеждаясь, что науку захватили адепты секты святого Эйнштейна. И товарищ Бояшинов явкий представитель этой научной либерды. Для них истина это то, что там им скажут из-за границы. Им страшно быть отлученными от этой секты, и поэтому они готовы хамить, высмеивать, забалтывать истину, лишь бы выслужиться перед хозяевами. Некчемные, жалкие популизаторы западных ценностей. Зачитано. Кракозябрик. Да, Ники себе насоздают, ребята. Зато не забудешь, да, кто это написал. Кракозябрик написал. Пространство – это реально существующие нематериальные объекты, бесконечное ничто. Плоскости линии и точки – это объекты, которые мы можем разместить в пространстве своим разумом. То есть точка – это некоторая выбранная нами позиция в пространстве. Она нематериальна. Так же, как и само пространство, точка не имеет собственных размеров. Ее определяет только расстояние по осям координат, выбранной системе отчета. В точке нельзя разместить какой-либо материальный объект, только какую-либо другую нематериальную точку. Например, центр масс или геометрический центр некого материального объекта. В точку нельзя ткнуть материальной указкой, но через нее можно пропустить нематериальный луч. Ну вот, смотрите, вот Кракозябрик. В принципе, то, что он делает, ну, то, что он озвучил, это с небольшой доработкой. Это хороший текст для образовательной книги, да, может даже для учебника по начальной геометрии для детей. Это вот человек просто таким простым легким слогом объясняет понятные вещи детишкам. Это вот, в принципе, если кто-то в наших форумах посидит, просто будет вот такие цитаты доставать, складывать в отдельный документ, получится вполне себе хорошая заготовка для учебника. Тот смысл в чем? Не каждый человек может таким вот легким, понятным, доступным для детишек языком выражаться. Некоторые там пишут, 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 да я в том числе порой иногда как начну что-то писать, что не сразу на поверхности для восприятия, а вот у кого-то прям талант ясно, четко, просто изъясняться. Субтитры сделал DimaTorzok Краткое содержание предыдущих серий. 21 век. Минго, земля окружена бомрами. Академию налог захватили дуры. По всебесно плачут детишки. И вот самая чрева спускается русский физик и протыкает селедку. Аллилуйя! 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 Академия наук вступляет. Мы спасаем, от бобров спасаем. Расскажи своим друзьям про это. Разнеси благую весть по интернету.